Библейский рог на воскресенье 16 января 2022 года. Тема. Жизнь в Боге. Золотой текст от Матвея. Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые деяния и чтобы люди прославляли вашего Небесного Отца. Ответное чтение Иакова и Киефесянам. Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше от Отца, создавшего Свет Небесный. Бог постоянен и неизменен. Он решил сделать нас своими детьми через истинное послание, чтобы мы стали самыми важными среди всех Его созданий. И сам Он некоторым даровал стать апостолами, другим пророками, третьим проповедниками, благоповествованием, четвертым пастырями и учителями, чтобы они поучали и опекали людей Божьих. Он делал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова до тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. Чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и мошенничество, способствующие козням. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. Христос. Глава. Урок проповедь. Из Библии. Притчи. Тропа добродетели ведет к жизни. Это путь к бессмертию. Псалтыр. Господь, назначенная мне еда и чаша, в Твоих руках моя судьба. Прекрасна доля, выпавшая мне, и восхитительно мое наследство. О Господи, на путь меня наставь, служить Тебе. Мне счастье принесет в избытке и радость истинно быть одесную от Тебя. Исайя. Эзекия в то время заболел смертельной болезнью. Пророк Исайя навестил его и сказал. Господь передал мне такие слова для Тебя. Ты скоро умрешь, потому Ты должен сделать завещание своей семье. Ты не поправишься. Ты умрешь. Эзекия повернулся в сторону храма и начал молиться. Господь, вспомни, что всегда перед Тобой я был чист и честен сердцем Своим. Я делал то, что было Тебе угодно. И Эзекия горько заплакал. И получилась своя весть от Господа. Пойди к Эзекии и скажи, что Господь Бог Давида, Отца Того говорит. Я услышал молитву Твою и увидел слезы Твоего горя. Я добавлю Тебе пятнадцать лет жизни. Я спасу Тебя от царя Ассирии и защищу Твой город. Вот письмо Эзекии, когда он выздоровел от болезни. Владыка мой, так оживи мой дух тяжелым испытанием и помоги стать сильным и здоровым духом моему. Верни здоровье мне и жизнь мне возврати. Взгляни, минули мои беды, мир снизошел ко мне. Ты меня сильно любишь. Ты мне не дал уйти в могилу и все мои грехи отбросил далеко. Не воспевает мертвый Тебя, кто в преисподней, тот не восхваляет Тебя, не верит в Твою помощь. Они в могилах и всегда молчат. Кто жив, как я, сейчас, те Тебя хвалят. И должен детям передать Отец, что верить можно лишь в Тебя. Деяние. В Иопии была последовательница по имени Тавифа, по-гречески Даркада, что означает серно, и творила добро, и подавала милостыню бедным. В те дни она заболела и умерла. Ее обмыли и положили в комнате наверху. А так как Лидда была недалеко от Иопии, то ученики услышали, что Петр в Лидде послали к нему двоих, прося. Тебя, приди к нам немедля. И вот Петр собрался и пошел к ним. Когда он пришел, отвели его в комнату наверху, и все вдовы окружили его. Плача, они показывали ему рубашки и платья, которые шила Дорка, пока была с ними. Петр выслал их из комнаты, упал на колени и стал молиться. Затем, повернувшись к умершей, сказал «Тавифа, встань!» Она открыла глаза и увидел Петра села. Подав ей руку, Петр помог женщине встать. И он созвал всех верующих и вдов и показал им ее живой. И стал это известно по всей Иопии, и многие поверили в Господа. Ефесянам Итак, я узник за то, что принадлежу Господу, призываю вас жить так, чтобы быть достойными зола, который достиг вас. Проявляйте смирение и доброту ежедневно, а также терпение и относитесь друг к другу с любовью. Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который связывает вас. Есть лишь одно тело и один Дух, и вы призваны были разделить общую надежду. Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он, Хозяин нам всем, проявляется во всем и везде сущ. Особая благодать дарована каждому из нас, соответственно, щедрости Христовой. К филиппийцам Итак, возлюбленные друзья мои, Продолжайте трудиться, чтобы завершить свое спасение, ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу. Делайте все без жалобы и ссор, дабы оставаться чистыми и невинными, непорочными детьми Божьими среди испорченных и развращенных людей. Сияйте же среди них подобно звездам в темном мире, неся им послание «Жизнь созидающая», чтобы я гордился вами в день возвращения Христа, когда увижу, что участвовал в этом состязании и трудился не напрасно. 2 Тимофею Ибо Бог даровал нам не духа боязни, а духа силы любви и самообладания. Так не стыдись же быть свидетелем Господа нашего, и не стыдись меня, находящегося в тюрьме ради Него, а подсоединись со мной в страдании за благовестие, ибо Бог нам дал на то силы. Он спас нас и призвал нас к святой жизни, не потому, что мы что-то сами совершили, но со своим собственным намерением и по благодати своей, которую Он уже даровал нам во Христе Иисусе еще до начала времени, но лишь теперь показал ее нам через пришествие Христа Иисуса, Спасителя нашего. Он уничтожил смерть и принес жизнь и бессмертие через благовестие. Откровение Блаженны те, кто омоет свои одежды. У них будет право вкусить от дерева жизни, пройти через ворота и войти в город. Кремленам Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит его, тем, кто был призван согласно его изволению. Из книги «Наука и здоровье» с ключом к священному писанию, учебника Целителя, написанной известной целительницей Мэри Беккер Эдди. Жизнь – не есть Бог, а человек – есть идея Бога. Духовное начало В науке человек есть отпрыск духа. Прекрасное, доброе и чистое – вот его предки. Его начало не в животном инстинкте, как начало смертных. Он не проходит через материальное состояние, прежде чем достигнуть мудрости. Дух – его первоначальный и конечный источник бытия. Бог – его отец, а жизнь – закон его бытия. Научное единство, существующее между Богом и человеком, должно быть применено в жизни практически, и воля Божия должна быть исполнена всесторонне и повсеместно. Дни нашего странства не умножатся, а не сократятся, когда Царство Божие наступит на земле. Так как истинный путь ведет к жизни, а не к смерти, и земной опыт разоблачает конечные заблуждения и бесконечные возможности истины, в которые Бог дает человеку владычество над всей землей. Сущность, жизнь, мудрость, истинная любовь, которая составляет Божество, отражается его творением. И когда мы почним ложные свидетельства телесных чувств фактам науки, мы увидим это истинное подобие и отражение повсюду. Любовь наделяет красотой. Бог образует все по своему подобию. Жизнь отражается в бытии, истинно в правдивости. Бог в доброте, что приносит свой собственный покой и постоянство. Применение способностей разума. Жизнь бессмертна. Жизнь с большой буквы и первопричиной, и конечная цель человека, которой нельзя достичь смертью, но которой обретает, идя по пути истины как до, так и после того, что называют смертью. В способности видеть и слышать духовно больше христианства, чем в материальном слухе и зрении. В постоянном использовании способностей разума гораздо больше науки, чем в их потере. А они не могут быть утрачены, поскольку разум существует вечно. Понимание этой истины давало зрение слепым и слух глухим много веков тому назад, и это понимание снова повторяет эти чудеса. Мертвенно-бледному больному, которому говорят, что он чахнет от белокровия, необходимо объяснить, что кровь никогда не давала жизни и никогда не сможет отнять ее, что жизнь есть дух, и что в одном хорошем побуждении и поступке больше бессмертия и жизни, чем во всей крови, которая когда-либо текла в жилах смертных, симулируя физическое чувство жизни. Стадии существования Заблуждение мысли отражается в ошибочных поступках. Если мы постоянно рассматриваем существование как нечто материальное и телесное, как имеющее начало и конец, и стадиями которого являются рождение, дряхлость и разложение, то истинная и духовная жизнь остается скрытой от нас, и наше знамя влачится в пыли. Если жизнь имеет хоть какую-то исходную точку, то великий «я есть» является мифом. Если жизнь есть Бог, как это явствует из Святого Писания, то жизнь не находится в зачаточном ограниченном состоянии. Она бесконечна. Яйцеклетка не может быть вместилищем для божества. Наука открывает возможность достижения всех благ и заставляет смертных работать, чтобы познать то, что Бог уже сделал. Но неверие в собственные способности достичь желаемой добродетели и добиться лучших и более высоких результатов, часто мешает испытать свои силы и с самого начала обрекает нас на неудачу. Необходимое изменение наших идеалов Чтобы изменить к лучшему свои модели поведения, смертные должны изменить свои идеалы. Больное тело создается больными мыслями. Недомогание, болезни и смерть происходят от страха. Чувственность порождает плохое физическое и моральное состояние. В смертном уме, постоянно сосредоточенном на самом себе и на разговорах о теле и ожидании от него непрестанных наслаждений или боли, развивается эгоизм и чувственность, ценой замедления туховного роста. Если мы облекаем мысль смертной одеждой, она неизбежно утратит свою бессмертную природу. Мысли вещественные Ожидая от тела наслаждения, мы находим боль. Ища в нем жизнь, находим смерть. Ища истину, находим заблуждение. Ища дух, находим его противоположность, материю. А теперь сделайте обратно. Отвернитесь от тела и обратитесь к истине и любви, принципу всего счастья, гармонии и бессмертия. Стойко придерживайтесь мыслях всего вечного, всего доброго и всего истинного. И вечное, доброе и истинное войдет в вашу жизнь в той степени, в какой оно заполняет ваши мысли. Манифестация истины – есть жизнь вечная. Смертный человек не может подняться над бренными обломками заблуждения, над верованием в грех, болезнь и смерть, пока он не познает, что Бог – это единственная жизнь. Верование, что жизнь и ощущения находятся в теле, должно быть преодолено пониманием того, кто есть человек как образ Божий. Узкий путь. Если гармония и бессмертие человека не станут более явными, то мы не достигнем правильного понимания Бога, и наше тело будет отражать то, что им управляет, будь то истина или заблуждение, понимание или верование, дух или материя. Поэтому, сблизься же с ним и будешь спокоен. Будьте внимательны, воздержаны и бдительны. Прям и узок путь, ведущий к пониманию, что Бог есть единственная жизнь. Это борьба с плотью, в которой мы должны победить грех, болезнь и смерть, либо здесь, либо в жизни следующей. Но определенно, прежде чем мы сможем достигнуть цели Духа или жизни в Боге. Примем Христову науку, откажемся от всех теорий, основанных на свидетельствах чувств, отбросим несовершенные модели и призрачные идеалы, и да будет у нас один Бог, один разум, совершенный и создающий свои собственные образцы совершенства. Обновленное Я Пусть появится мужчина и женщина Божьего творения. Ощутим божественную энергию Духа, приводящую нас к обновленной жизни и не признающую никакую смертную или материальную силу, якобы способную разрушать. Возрадуемся тому, что мы подчинены божественной высшей власти. Такова подлинная наука бытия. Любые другие теории о жизни Боги обманчивы и мифичны. Условия прогресса Но и все должны познать, что жизнь есть Бог. Задайте себе вопрос, живу ли я жизнью, которая приближает меня к высшему добру? Демонстрирую ли я исцеляющую силу истины и любви? Если да, то путь будет становиться светлее вплоть до полного дня. Результаты вашей целительской работы покажут, что приносит человечеству понимание Бога. Постоянно придерживайтесь этой мысли, что именно духовная идея, Святой Дух и Христос делают вас способными доказывать, проявлять с научной достоверностью правила исцеления, основанное на его божественном принципе – любви, который поддерживает, охраняет и объемит все истинное бытие. Аминь. Спасибо за поддержку.